Программа Пациент в эфире. Здравствуйте. Медицина позволяет не только лечить больных, но и выяснять причины повреждений и механизм смерти при расследовании преступлений. Подобные сведения нередко являются ключевыми во время работы правоохранительных органов. В этом выпуске речь пойдет о работе судмедэксперта. Это профессия, которая отличается от традиционных медицинских специальностей, но является неотъемлемой частью государственной системы судопроизводства. Сегодня в Абхазии функционирует Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы. Основной офис находится в Сухуме. Открыты два филиала в Гагарском и Гулерипском районах. Чем конкретно занимается медицинский эксперт? На какие преступления выезжает и куда деваются так называемые бесхозные трупы? Об этом мы и расскажем. Начальник бюро судмедэкспертизы Геннадий Бобуа говорит, что профессия сама выбрала его. В далеком 1975 году он поступил в медицинское училище в Киеве. После учебы его призвали служить в армию. Отслужив два года, он решил продолжить учебу и поступил в Саратовский медицинский институт. Для того, чтобы прописаться, иметь прописку, надо было где-то работать. И я пошел тогда работать на кафедру судебной медицины в Саратовском медицинском институте. И уже кафедра судебной медицины была там. И потом уже начал я подрабатывать в бюро. И потом уже профессия, как говорится, выбрала меня. Я ее. И вот с 1982 года я в судебной медицине. Во время войны в Абхазии он вернулся на родину. И с тех пор работает по этой специальности. Так кто такой судмедэксперт? Это врач, который изучает травмы, побои, увечья, полученные криминальным путем, дает заключение о тяжести повреждений и способе их нанесения. Участвует в проведении ДНК-тестов, а также исследует тела, вызывающие сомнения у правоохранительных органов в части причин смерти. Судмедэксперт сотрудничает с правоохранительными органами, судами и силовыми ведомствами, предоставляя им результаты судебно-медицинской экспертизы. Свою работу Геннадий Бобо считает непростой. Может быть неинтересной, а соискательной. Мы определяем, например, если говорить о покойниках, то мы выясняем причину смерти. Если говорить о живых лицах, которые я тоже смотрю, некоторые думают, кроме трупов мы ничем не занимаемся, мы занимаемся живыми лицами, которые получили какие-либо повреждения. И побоями занимаемся, когда происходит надсилие над другим человеком, и определяем там их степень тяжести, полученных повреждений, степень тяжести оцениваем, и отдаем правоохранительным органам свои заключения и акты, и уже правоохранительные органы принимают меры по пресечению того или иного преступления, если как таковое случилось. В чем разница между криминалистом и судмедэкспертом? Криминалист работает в отделе милиции. Оба выезжают на место происшествий, криминалист на все подряд, а судмедэксперт, когда необходимо компетентно описать имеющиеся повреждения на обнаруженном теле и дать оценку произошедшего. Между тем, в Абхазии нет патологоанатома. На сегодняшний день его функции выполняет судмедэксперт. Судебно-медицинское вскрытие происходит, когда смерть насильственная. Или это самоубийство, убийство, несчастный случай, дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом. Все это работа судебно-медицинского эксперта. Экспертов-танатологов, которые вскрывают труп и осматривают, их нет. Я в единственном числе здесь. Один в Гаграх, один, три эксперта, четыре с биологом-экспертом и остальной средний персонал и младший персонал. Республиканское бюро судмедэкспертизы находится в подчинении Минздрава. В этом здании находится центральное управление. Есть отделение в Гагре, которое обслуживает Гагрский и Гудаутский районы. И еще одно отделение функционирует в Гулирипше, которое охватывает Ячимчирский район. На местах работают по одному судмедэксперту и лаборанту. Бюро судмедэкспертизы и до войны располагалось в этом здании. Во время боевых действий оно сильно пострадало. Уже после войны государство подчинило кровлю, но капитального ремонта с момента основания здания произведено не было. Руководство бюро своими силами провело местами косметический ремонт. Но в целом здание находится в удручающем состоянии. В нем находится руководство бюро, административно-хозяйственный персонал. В штате есть и эксперт-биолог, но биологическая лаборатория не работает из-за отсутствия реактивов. Мы выезжаем на место преступления, выезжаем на трупы или сюда привозят. Мы выезжаем и даже выезжаем, я лично выезжаю в различные города, в различные районы, в Ачимчирский район, в Кварчерский район, в Гальский район. По мере необходимости следователи или милиции, или прокуратуры выносят постановление. И мы выезжаем, на месте осматриваем, или это проходит осмотр на месте происшествия, или на месте обнаружения трупа, или это происходит осмотр уже на дому. Как-то наш менталитет не позволяет, что умершее тело находилось там, или лежало на том месте, где произошло. Не всегда бывает это дома, бывает там на улице, бывает там в лесу и так далее. Ну, трогать труп же нельзя. Ну, нельзя, нельзя, это нам, нашему народу не объяснишь. Вместе, если преступление брать, то там люди уже пришли, посторонние, там натоптали, наследили, и это, конечно, мешает работе правоохранительных органов, в первую очередь, для выяснения, там, для изъятия образцов каких-то, для которых в дальнейшем потом пригодились бы для исследования и уже определения того или иного характера преступления. В общей сложности судмедэксперт должен отвечать на конкретные вопросы следственных органов. Чаще всего именно он устанавливает причину смерти и орудие убийства. Для этого ему приходится осматривать тело жертвы, проводить дополнительные исследования. Результатом работы становится официальное заключение в виде свидетельства о смерти с ответом на все вопросы, поставленные следствием. Происходит здесь у нас гинекологическое кресло. Мы исследуем, освидетельствуем тех, над которыми совершили половые преступления. У нас вот кресло гинекологическое, мы их смотрим, здесь определяем антропометрические данные. И потом есть у нас консультант по гинекологии. Мы обращаемся в республиканское гинекологическое отделение. И там проводит эксперт, уже непосредственно узкий специалист по гинекологии, проводит эту экспертизу. И мы совместно даем заключение. Вот как часто вас вызывают? Как часто что-то происходит? Ну, как часто, сейчас хронология не может, но, к сожалению, вы сами прекрасно знаете, это наша беда, дорожно-транспортные происшествия происходят. Вот буквально вчера было дорожно-транспортное происшествие с печальным исходом умер человек. И здесь мы его смотрели, приводили в порядок и выдавали уже родственникам приведенную в порядок покойного. К сожалению, много ДТП. Да, ДТП много, к сожалению. Это наша беда. Надо с этим тоже как-то бороться, сообща. Это были раньше комнаты, здесь ничего нет сейчас. Все в запустении. Здесь было химическое отделение, раньше даже вывески мы оставили. Но, к сожалению, у нас нет эксперта-химика. Но вообще здание большое. Здание объемы большие, нормальные, для Абхазии очень даже нормальные. Ну, вот нет специалистов и в связи с этим... Ну, ремонт – это дело поправимое, как говорится. Но вот со специалистами это более трудно. Здесь происходит регистрация всех поступающих документов от правоохранительных органов, от Министерства здравоохранения, от судов. Вот здесь происходит регистрация, здесь сидит человек, она регистрирует. Каждый идет по своим номерам. У нас есть журналы. Вот тут журналы лежат, журналы приема, поступления, постановления. Отдельно для живых лиц, отдельно для трупов есть журналы, в которых идет запись. По словам Геннадия Бобу, к ним часто привозят тела, личность которых не установлена. Некоторое время они находятся в морге, и если за ними никто не обращается, то государство выделяет средства на захоронение в определенном месте. На сегодняшний день перед руководством бюро стоят две острые проблемы. Это отсутствие холодильной камеры и оборудование подъемника. Выпросил у Красного Креста, но он испортился, к сожалению. Это был рефрижератор, это он в бывшем употреблении привезли, но как работало. Потом я неоднократно ремонтировал его за свои деньги, но, к сожалению, и специалистов, которые могут отремонтировать, тоже нет. Один был, но он уехал в Российскую Федерацию. Но сейчас оно не работает, но он просто стоит. Попытаемся его с тем специалистом связались онлайн отремонтировать, но пока ничего не получается. Оно уже, наверное, сжило свой срок. Вот, и сейчас вот летом начнется у нас беда, если будут поступать трупы, которые неизвестные, они, к сожалению, будут разлагаться. Ну, пока будем стараться восстановить этот холодильник, если не получится, тогда будем захоранивать их. Хоронить сразу, да? Не, не сразу. Ну, сколько вы можете тогда без холодильника? Через дни отрыва в любом случае надо захоранивать, потому что уже начнется полное разложение. Существует еще одна проблема, это здание, как белеэтажное называется, насколько я не строитель, но вроде так. Вот, и, как бы, трупы, когда поступают, их надо поднимать, а бывает иногда неподъемные, то есть тяжелые. То есть некому, ну, транспортировка тоже. Да, планировали подъемник, чтобы поднять на почти второй этаж и уже занести. Тут есть у нас каталки, на которых мы привозим тропы. И вот тут это здание называется морг, где находятся покойные тела, где происходит вскрытие покойников. Вот, и тут секционный зал, если говорить по-русски, то тут есть у нас три стола. Вот, столы хорошие, нормальные. Крепо обрабатывать? Да, ну, да, работаем, определяем, производим скрытие, определяем непосредственную причину смерти. Ну, это тоже было благодаря государству, было отремонтировано, но стены-то еще более-менее в нормальном положении. А что, кровля течет? В связи с тем-то, ну, тогда была кровля, когда были покрыты рубероидом, и она протекла. И теперь там сырость, хотя уже сделали крышу другую, вот, покрытой там листами профильными, да, вот, штукатурка и краска, все это отлетает, и порой иногда падает на голову. Здесь вот большой зал, здесь расположены два секционных стола, вот, и здесь происходит, да, здесь мы работаем. Это труп поступил с туберкулезной больницы. Он тоже, как бы, бесхозный, родственников нет, но проявили инициативу два человека, которые хотят хотя бы захоронить его там по-человечески. И вот, будем решать. Геннадий Бобуа также преподает студентам Сухумского медучилища. Он старается найти преемника среди молодых специалистов. Но пока, по его словам, желающих нет. Ведь для овладения профессией судмедэксперта недостаточно получить обычное медицинское образование. Специалистами в этой области становятся единицы. Причины обусловлены спецификой работы. Не каждый способен работать в атмосфере постоянного стресса, напряжения и необходимости ежедневно видеть смерть. Я студентов обучаю и иногда их привожу там на вскрытие для того, чтобы они уже поочию увидели, пощупали, как говорится, чтобы уже неожиданных вариантов их жизни не было. Если они будут работать в медицине, то могут встретиться со всеми вариантами. Бывает, что и умрет в больнице человек, или с травмой привезут и умирают, или уже труп доставили. Большинство судмедэкспертов – это уравновешенные люди с абсолютно нормальным чувством юмора. Они мало чем отличаются от обычных врачей. Однако при выполнении своих обязанностей слабо реагируют на картины смерти. У них со временем вырабатывается психологическая защита. Рассматривают потерпевших и умерших как очередную ребус или загадку, требующую ответа. Геннадий Бобо – человек бывалый, много что видел в своей жизни. Но одно резонансное дело оставило в его душе след. Преступление, в ходе которого гражданин Сирии с особой жестокостью убил женщину. А еще ДТП, в которых погибают молодые люди. Они никого не могут оставить равнодушными. Даже судмедэкспертов. Шокировать, конечно, самую экспертную практику не так-то просто. Ну вот, наверное, все помнят. Было убийство и иностранным гражданином, женщиной, которая приезжая, находилась на территории Абхазии. Потом еще признали его уже психически ненормальным человеком. Вот там я насчитал 87 ранений. На ней? На ней, да. Ну, чаще всего, к сожалению, дорожно-транспортное происшествие. Это очень часто, к сожалению. Но просто надо с этим что-то делать. Сообщен. Это одни правоохранители ничем не помогут. Это все должны, и власти, и народ, все сообщат, должны решать эту проблему. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И как-то легко относится к своей жизни. К сожалению. Это очень большая проблема с учетом нашей демографии. И, к сожалению, большинство процентов – это молодые люди. Во всем мире наука быстро развивается, и современные технологии начинают применяться в сфере судебно-медицинской экспертизы. Например, искусственный интеллект способен снизить риск ошибок и повысить точность экспертизы, ускорить процесс раскрытия преступления. В судебно-медицинской экспертизе применяется виртуальная утопсия, простыми словами, вскрытие без вскрытия, чтобы реконструировать момент преступления. Этот метод предполагает использование компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, а также сканирование поверхности тела специальным фотосканером. В российских регионах разрабатывают собственные методы сканирования трупов. Например, в Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области изобрели 3D-сканер, который позволяет создать многократно увеличенную трехмерную модель любой части тела, чтобы рассмотреть ее детально. Эти новейшие технологии пока недоступны нашему Бюро судебно-медицинской экспертизы. Здесь надеются, что Минздрав окажет помощь в решении существующих проблем. К сожалению, нет. Я работаю только глазами и руками, как говорится. Для того, чтобы полноценно работала экспертиза, нужны специалисты в области судебной химии, судебной биологии. Потом есть экспертно-криминалистический отдел должен быть. Вот хотя бы это и гистологическое отделение должно быть. Вот хотя бы это четыре отделения должны быть еще укомплектованы. Но, к сожалению, нет специалистов. И в связи с этим, естественно, не проводятся эти экспертизы, которые, в принципе, должны быть проведены. Ну, для меня, как для судебного медика, мне самое главное, что установить причину смерти. Ну, кроме причины смерти, в основном мы работаем на правоохранительные органы. У них возникают другие вопросы, связанные с орудием преступления, местом происшествия, там, и получение повреждений, и оценка степени тяжести. И для того, чтобы решать эти поставленные вопросы, конечно, необходимо, если это возможно, необходимо восстановить эти лаборатории, хотя бы изначально, вот эти химическую лабораторию, гистологическую, вот, и биологическую, для того, чтобы мы могли полноценно работать. Но, несмотря на все сложности, сотрудники бюро продолжают выполнять свои функциональные задачи. Часто работают в выходные, вечерние и неурочные часы. В связи с тем, что в последнее время участились в ДТП с летальным исходом, завершая передачу, хотелось бы обратиться ко всем водителям. Будьте максимально осторожны, соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и других участников дорожного движения. И помните, жизнь – это бесценный дар, данный нам один раз. А я прощаюсь с вами. До новых встреч!